Всем привет! Это блог Шопоголика, эгоиста-интроверта, и я веду сегодняшний свой влог, записываю видео, все так же в больничной палате. На днях мне пришел адвент календарь от Ritual, и мне очень терпится его раскрыть. На самом деле даже больше не то, чтобы снять ролик, а просто его раскрыть. На канале у нас постоянные распаковки отличных косметических продуктов, одежды и уходовых средств. Я это очень люблю, я решила сделать такой влог, и он для меня действительно в кайф. И если вам нравятся такие форматы, то подписывайтесь, ставьте колокольчик и обязательно следите за видео. Итак, у нас бьюти-календарь 24 магических дня. Мне понравилось то, что здесь достаточно много продуктов, а именно 24 штуки. Здесь они изображены, какие они есть. И порадовала особенно цена этого календаря. Сейчас он на акции, и в районе полутора тысяч рублей всего он стоит. Мне кажется, как подарок и как развлечение для любой девушки, это будет очень приятно, интересно. Потому что здесь помимо косметики есть еще пилочка, заколочка, какие-то резиночки и стразинки, которые мы с вами сегодня всем откроем. Вскрытие этого календаря. И здесь мы видим самое интересное впереди. Твори всякие мотивирующие, позитивные надписи. И первое самое у нас это такая вот цветочка. И здесь у нас с тобой проблемки, дорогой мой дружочек. Да, вот так нужно было снизу поддеть, чтобы его достать. И с моими когтями это сделать непросто. Так, открываем. Розовенький, достаточно прикольный. Да, это гигиеничка. Пахнет приятно. Мне кажется, классная находочка для любой косметички. Поставим ее вот сюда. Ай! И это у нас... Что же это? Так, это шиммер. Пудра шиммер для лица и тела. Цвет шампань. Посмотрите, как классно. Ух ты, здесь все запаковано. Все как надо. Но мы сейчас пока не будем распаковывать. Я думаю, что я завтра при хорошем свете сделаю макияж из этого адвент-календаря. Потому что вид у меня, прямо скажем, не очень, не свежий сегодня. Ну, ничего страшного. Цифра три будет с собой. И это у нас тушь. Или не тушь? Нет, это не тушь. Это карандаш. Тени карандаш Magic. Ну, классно. Будет интересно, как это все будет держаться. Цвет достаточно приятный. Легко тушуются. Хорошо, идем. Переходим к цифре четыре. Вот она. Ты прекрасна. Это кисточка. Кисточка. Достаточно мягенькая. Хорошенькая. Обычная кисточка. Я думаю, что она всегда пригодится в любой косметичке. Ищем циферку пять. И она вот здесь. Здесь нам не написано, просто листочек. И здесь тоже нужный продукт. Это гель для бровей. Тоже не поддается мне. Даже нечем поддеть. Попробую карточкой. О, карточка спасла. Как всегда, золотая карта выручает. Так, это у нас гель для бровей. Ну, как-то спиртозно немножко пахнет. И кисточка такая. Думаю, что мои брови, она тут гель не особо возьмет. Потому что у меня они редкие. Их мало, самих волосков. Ну, в общем, интересно. Дальше переходим к цифре шесть. Самое интересное впереди. Это стразики, которые можно использовать в макияже. Тут, тут, тут. И можно даже где-то наносить на тело. Здесь прозрачные розовые жемчужинки и капельки. Прикольно. Мне кажется, что если вы просто невзначай подарите такой адвент подруге, моей сестре, восторг будет бесконечный. Потому что всем нравится доставать что-то и пробовать какие-то интересные продукты на себе. Эта помада такая достаточно винная и яркая. На губах приятно. Не противно. Это у нас либо тени, либо тени для бровей. Что это? Тени для бровей в компакте. Цветно-коричневый, коричневый и темно-коричневый цвет. У меня, конечно, когти. Такие, что не совсем позволяют удобно раскрывать. Текс. И самый темный для меня. Ну, нужно пробовать в стойкости, как это все будет держаться. Так, прикольно. Я принесла себе салфетку, чтобы сразу вытирать свои сводчи. 8,9 ищем циферку. Насладись моментом. Да, это правда. Я сейчас действительно наслаждаюсь моментом. И здесь такая классная пилочка. Она все в стразах. Смотрите. Просто вау. Я так понимаю, что пилкой это не попилить. Она просто как декор. А здесь достаточно такой хороший абразив для моих нарощенных ногтей подойдет. 10. И здесь у нас тоже кисть. Здесь это скошенная кисточка. Я думаю, что хорошо будет сочетаться вот с этими вот тенями для бровей. 11. Будь счастлива. И это, скорее всего, зеркальце. Как мило. 12. Еще 12, 12, 12, 12. 12. Это у нас карандашик для губ. Достаточно хороший тон. Такой коричневый. Прям кайфовый. Хороший маленький карандашик. Кстати, если вы заметили, что все продукты достаточно небольшие. Буквально, мне кажется, при постоянном ежедневном использовании хватит на небольшое количество раз. Но, опять же, повторюсь, этот календарь не для того, чтобы собрать какую-то базовую свою косметическую, а для того, чтобы порадоваться, повеселиться, пооткрывать разные ячеечки и узнать что-то для себя новое из продуктов, которые, ну, не факт, что вы будете приобретать по отдельности. Здесь очень милая заколочка. Просто вау! Такой вот стиль. Плэр Волдерф, наверное. 14. Только цветочек и здесь хайлайтер для того, чтобы сиять как можно больше. Так, 15. 15, ниже 15. Где 15? Вот 15. Еще один карандашик. Более такой вот винный. Я думаю, что он идеально подойдет к вот этой вот помаде. Супер! Все очень идет в комплекте, сбалансировано. Очень круто, мне нравится. Хотя я не являюсь фанаткой косметики L'Etoile. Вот так, чтобы покупать ее отдельно, вряд ли я бы что-то из этого купила. Потому что я больше, конечно, люблю люксовые бренды, люксовые продукты. Но иметь как альтернативу в своем арсенале таким набором мне достаточно нравится. Черный карандаш. Мягкий. Вопрос, как он будет схватываться. Давайте подождем. Так, 16, 17. О, палеточка теней, наверное. Да. И щадоуз. Тени, лявик в компакте. Всякие разные цвета. И есть мой любимый розовый цвет теней. Хорошие цвета. Универсальные достаточно. Мне кажется, нормально. Восемнадцатый, восемнадцатый. Улыбаемся. Улыбаемся. Мы сушим, что здесь целый набор для создания Cherry Lips. Посмотрите. Просто набор для Cherry Lips. Завтра мы с тобой, с вами вернее, такие и сделаем. Ищем 19. Косметики много не бывает. И я с этим абсолютно согласна. И здесь у нас бронзер дуо. Ну, такие, конечно, оттеночки интересные. Но вот этот, мне кажется, будет хорошо прям. Ну, слушайте, я там уже жду завтра, когда я смогу с этого, со всего, сделать макияж. 20. Что-то должно быть достаточно большое. Это какие-то резиночки. Какие-то такие маленькие. Что и не завязывать? Вот этот бантик сверху, что это такое? Непонятно. Я думаю, большого осадка будет что-то такое большое. Это интересное. Ну, никак не резиночка. А блески не заканчиваются. Такой вот розовый. Металлик цвет. Это и пенсил. Еще один черный. Ну, слушайте, черных много карандашов. Карандашов, конечно, не бывает. И, скорее всего, вот этот вот был с блестками. Да, первый был с блестками, а этот чисто черный. Представляете? Так. 22, 23. Почерпни свою красоту. И чем будем подчеркивать? Ну, на запах не очень. 24. Румяна. Вот такие вот розовые и персиковые. Кайф. 24. 24. 24. Это была последняя. Представляете? 24 же всего. Я только разогналась. Ну, в общем, все это богатство теперь мое. И завтра, я думаю, что я буду снимать для вас видео с этими продуктами. Ну, а если вам понравилась распаковка и вы хотели бы еще такие форматы, то пишите комментарии, скидывайте артикли, какие адвенты купить и обозреть. И подписывайтесь на канал Блок Шопоголика и Годиста Интроверта. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok